В ноябре наша страна отмечает день рождения учёного мирового уровня. Физик, химик, астроном, географ, поэт и писатель оставил глубокий след в истории государства российского. О нём мы и поговорим сегодня в студии. Это актуальное интервью. Я хочу представить нашего гостя. Это детский писатель Юрий Нечапаренко. Здравствуйте. Добрый день. Юрий Дмитриевич, вы пишете книги о Ломоносове для детей. Какой должна быть книга, чтобы она заинтересовала маленького ребёнка, и чтобы ему стало интересно, кто такой вообще Ломоносов и что он сделал? Мне кажется, детская книжка, во-первых, должна быть прекрасно иллюстрирована, потому что значение художника не меньше в литературе детской, как значение писателя. И вот мне, конечно, повезло, потому что со мной работал такой прекрасный художник Евгений Подколзин. Вот можете посмотреть картинку. И многие истоки Ломоносова как раз в детстве в том, что он родился тоже на севере. Можно сказать, что он ваш земляк в Архангельской области, в губернии тогда. И книжка, написанная для ребёнка, должна рассказывать живо, простыми словами и увлекательно о чём-то. И поэтому, конечно, детский писатель должен в себе сохранять то, что называется внутреннего ребёнка, который, собственно, говорит с другим ребёнком, с ребёнком-читателем. По крайней мере, мы, детские писатели, с которыми я дружу, у нас целый клуб детских писателей «Чёрная курица», вот мы стараемся вот так вот, так сказать, на хорошем уровне работать с детьми. Почему именно о Ломоносове стали писать? Ну, вы знаете, до этого я вообще-то начал сочинять рассказы о детстве. До этого я написал книжку о Гоголе. И тут я преподавал в этот момент в Московском университете. И мне предложили сделать вечер поэзии Ломоносова. Я углубился в интернет, начал смотреть его сочинения. К сожалению, мало знал к этому моменту. И был поражён его совершенно удивительной судьбой. Потому что он был очень непокорный человек. Он, так сказать, был крутого нрава. Лучшие свои стихи он написал, когда сидел вообще в заключении на гауптвахте. Почему-то об этом в школе не говорят за его ретивые поступки. А вот те стихи, которые вошли в хрестоматии, как раз он написал, в общем, сидящий за решёткой. За свой неукротимый нрав. Потому что он не захотел подчиняться начальству. Он считал, что он прав в споре с немецкими академиками. И я был настолько поражён вот его именно, так сказать, нравом неукротимым и тем, что так он смело себя вёл, что решил приглядеться к его судьбе попристальней. И оказалось, что по такому же пути шёл Пушкин. Пушкина тоже очень интересовал Ломоносова. Он ему посвятил много страниц. А вот какие факты, на ваш взгляд, из биографии Ломоносова интересны детям, которые вы включаете в свою книгу? Или вот так, понемножку, с каждого периода жизни? Ну, конечно, факты есть общеизвестные. Те, которые, что он ушёл из дома. Ну, по разным данным, он там в споре с отцом или в согласии отца. Вот он ушёл в Москву. И то, как он смог там устроиться, как одарённый и талантливый ребёнок смог найти себе место. И, так сказать, несмотря на тяжёлые условия, он продвинулся настолько, что его рекомендовали в Академии наук, которая была в Петербурге. И дальше, конечно, такие удивительные факты его жизни состоят в том, что его послали на обучение в Германии. Он там подружился с одним профессором, поссорился с другим профессором, ушёл от него, значит, неукротимый его нрав, значит, вёл к тому, что он путешествовал по Германии в поисках выхода. Он хотел в Россию добраться. И вот он дошёл чуть ли не пешком до Амстердама и нашёл там корабль своих земляков, которые туда пришли из Холмогор, и пытался к ним попроситься. Но они ему сказали, тебя послала Академия наук, Академия и должна забрать. И, конечно, вот то, что он путешествовал, и дальше писал письма своим ученикам, с которыми он учился, и они говорили, Ломоносов в Лейпциге весело живёт, потому что он умудрялся всё время что-то изобретать. Вот он на рынке весами пользовался, маленькими и большие весы, и зарабатывал себе деньги. То есть это был человек, который с самого измольства зарабатывал деньги. Он обучился грамоте и расписывался за неграмотных. Понимаете, вот это свойство, что он прекрасно научился зарабатывать, и вот то, что он очень много занятий освоил, это в основном для заработка. Потому что он писал оды, и ему 2000 рублей дали. Это стадо, можно сказать, 700 коров. На двух подводах деньги привезли за его, так сказать... Ну, это нельзя сказать, что восхваление, потому что он так говорил с царями на равных. То есть даже как будто им советы давал, как-то свыше даже. Он как был такой гулливер среди лилипутов, понимаете? И вот это его свойство, что он мог себя поставить, несмотря на то, что был выходец из крестьянской семьи, конечно, семьи, но не бедный, потому что его отец был судовладелец. И с детства он уже ходил на корабле. Вот эти факты, что он с детства освоил стихию, ходил на корабле, был неукротимого нрава, у него были какие-то прозрения. И вот они легли в мою книжку в основу интереса к Ломоносову. Ну и дальше, конечно, открытие. Очень остроумный был человек, и когда его избрали в академике, и хотели к нему как-то подкопаться, немецкие академики, и послали его труды на вызов Эйлеру. Так Эйлер написал такое восхищённое письмо, что любая Академия наук за честь сочтёт иметь такого члена, что это очень остроумный человек. И Ломоносов вот этой дружбой с Эйлером, он очень гордился, он это письмо переписал и всем показывал, недоброжелателям. Вот смотрите, что обо мне написал великий Эйлер. А Эйлер вообще творец математики XVIII века. Так что это очень важное такое признание за границей он получил. А о Ломоносове написано очень много книг. Вы откуда берёте свою информацию? Или с архивами работаете, или с другими источниками? Вы знаете, я постарался, конечно, работать с первоисточниками, но, честно скажу, не с архивами, потому что довольно много опубликованных данных именно о канцелярии, каких-то таких воспоминаний. То есть я обратился к первичным данным, но не архивным, а вот именно воспоминаниями современников. И у меня свой какой-то портрет создал Соломоносова. Он в конце жизни был уже такого неукротимого нрава, и поссорился почти со многими своими учениками. С ним трудно было ладить, он был такой начальник мощный. И вот много в его судьбе подкупает, а многое, конечно, удивляет. То есть вот мне кажется, он актуален сейчас, потому что сейчас, видите, тоже такое время, когда хорошо бы иметь покровителей. Вот Ломоносов нашёл покровителей, да, хорошо бы зарабатывать деньги, если там закрывается одна работа и мало платят ему в Академии наук. Он нашёл другую, значит, он там и эфиверки изобретал, и, значит, поэмы там, значит, оды писал. То есть он был такой на все руки мастер, как вот Балдай из сказки Пушкина, знаете, он любую задачу решал. Ему, значит, императрица, что-то нам надо сделать, там, мозаику там, Ломоносов сделает. Он сделал там четыре тысячи опытов и изобрёл вот секрет, ну, открыл секрет цветного стекла. Он был скрыт, этот секрет никто не знал. Он смог опять, значит, делать стекла цветными, и сделал мозаику сам, собственноручно, то есть стал художником, потом директором фабрики, ему целую фабрику дали, помещикам. Вот, то есть он, вот благодаря своим умениям уникальным, он вообще, так сказать, ну, около 20 специальностей освоил. То есть это всё-таки, это благодаря своим умениям, таланту, а не какому-то стечению обстоятельств? Да-да-да, здесь много, конечно, он умел и лавировать, умело, и держать вот лицо, и, значит, не идти, так сказать, на поклон. То есть когда его, за его проступки вызвали на, как бы, отчитываться генерал-губернатору Петербурга, он сказал, я подотчётен только республике учёных. То есть он не признавал такую власть, он говорил, как вот в Германии, он увидел, что есть университеты, которые самоуправление у них есть. И вот он сказал, я буду тоже перед вами отчитываться, академики, я вам нагрубил, перед вами, значит, буду отчитываться. И власти были настолько поражены его неукротимости, что его вот посадили в кутузку, где он и написал свои лучшие стихи. Вот эти черты, конечно, подкупали в нём. Ну, Ломоносов – это ведь всего лишь одна из где-то 5-6-7 книг, которые я выпустил, потому что я её о Гоголе писал, и, значит, сейчас вот только что у меня вышла книжка под названием «Золотой петушок», где, так сказать, и пушкинские мотивы, и гоголевские. Это такой мистический роман-триллер. Вот, я, вы знаете, и такую серию придумал для тех, кому за 10. Вот у меня такая книжечка, она 4 литературных премии получила, могу похвастаться, смеяться и свистеть. Вот, и я веду издательские проекты, потому что сейчас очень, ведь важна детская книга, потому что с детской книжки начинается личность, это исток культуры. Вот, и мы работаем сейчас с таким издательством «Самокат», который очень хорошие книжки издаёт. Вот сейчас мы издали только эту книжечку «Большая меховая папа». Это, значит, книжка Ксении Драгунской, дочери Виктора Драгунского, она прекрасный драматург. Вот, и я мечтаю её тоже туда привезти, вам показать. Её очень любят актёры, ставят по всей стране. Вот, и мне кажется, что внимания к детской книге сейчас очень мало. Вот мы были на встрече в школе, я спросил, кого вы читаете? Да ребята не могут вспомнить вообще ни одного автора, понимаете? Там, как будто после Пушкина какая-то пустыня. Вот то, что они учат в школе, и до свидания. Но я им хочу сказать, что, ребята, если вот нас, современных детских писателей, для вас нет, то, значит, и вас не будет для следующих. Вот кем бы вы ни были, инженеры, писатели, учёные, ваши открытия будут никто. Все будут говорить только «да вон там есть Ньютон», а после него никого не было. Понимаете? То есть в этом отношении внимания к своей культуре, к своим писателям, к своим учёным, оно говорит о внимании к себе, о том, что мы начинаем лучше понимать себя. И вот, мне кажется, очень важно сейчас сделать, особенно накануне года литературы, вот, важно общественное внимание привлечь к детской книге. Мы провели в Москве такой огромный всероссийский фестиваль детской книги, он был впервые вообще проведён, где вокруг детской книги собирались все там и художники, и издатели, критики, библиотекари, учителя, которые заинтересованы в книге. Потому что книга действительно основа культуры, надо приучать. Вот сейчас очень хорошие детские площадки, я вижу, построили в Москве, у вас тут, я видел, площадки. Ну, после физической культуры нужна уже другая, да, нужно развивать. Вот, и в этом отношении важно знать, я привёз их в подарки, вот, здесь встречаюсь тоже книжки, и я надеюсь, что заинтересуются и нашими книжками жители Нарьянмара. Ну, детская книга, она, как правило, чему-то получает. Чему учит ваша книга, в частности, вот о Ломоносове? Ну, вы знаете, конечно, прямых таких уроков, я не учитель, не преподаватель, я преподавать не могу. Ну, я какие-то уроки, когда занимаюсь Ломоносов, сам для себя выношу. И порой вот я здесь иду по пути Пушкина, потому что ведь у Пушкина была очень сложная коллизия, когда он очень близко сблизился с императором Николаем I, и он думал, как сохранить своё лицо, ну, независимость в такой дружбе высокой, да? И он обратился к опыту Ломоносова. Мне кажется, Ломоносов нам всем даёт пример, как можно общаться с людьми, которые стоят намного выше тебя в социальной иерархии, но при этом не терять своего лица, своего достоинства и с честью выходить из сложных ситуаций. Потому что однажды его хотел, Иван Шувалов, там, значит, помирить с его, значит, противником Сумароковым. Он сказал, не хочу быть и у Господа Бога дураком, не то что знатых вельмож. И ушёл просто с этого обеда званого. То есть он был совершенно в этом отношении, очень независимый человек. Мне кажется, это связано с тем, в частности, что он родился на севере, где человек сталкивается со стихиями, с самым таком мощным их проявлением. И здесь, если ты согнёшься, если ты сдашься, понимаете, то ты пропадёшь просто. С детства у него была вот эта неукротимость нрава. И вот этот урок, который, извините, который я бы извлёк сам для себя. Кстати, про север. Вы были на родине Михаила Ломоносова? Вы знаете, к сожалению, нет. То есть я был, конечно, в Вологде, в разных других северных местах, был в Петрозаводске. Но сейчас вот я жду приглашения. Вернее, меня уже пригласили, но осталось только доехать туда, доехать, потому что очень интересно, конечно, там побывать. Но северное сияние я видел и на Белом море бывал. Так что эта земля мне известна. Просто вот так вот получилось, что я книжку довольно быстро написал и не успел ещё ознакомиться, так сказать, с местом, где он родился. Ну, считаете обязанным посетить его? Да, конечно, я мечтаю об этом. Ну, мне уже библиотекари... Обычно я езжу по приглашению областных библиотек, они мне уже устное приглашение прислали, но теперь остаётся только договориться о сроках и, так сказать, о реализации. Сейчас мы прервёмся и продолжим говорить о Михаиле Ломоносове. Торговая сеть «Белые ночи» приглашает покупателей посетить новый магазин на Полярной 25. Здесь вы найдёте большой выбор разноградусной продукции. А если хотите сэкономить время и сделать массу выгодных покупок, то вам в торговый центр «Белые ночи» на Комсомольской 6А. У нас можно купить всё и сразу. Продукты питания, средства бытовой химии, и техника для дома. И всё это по доступным для каждого ценам. Магазины «Белые ночи» работают для вас. Внимание! Если у вас есть записи на видеоплёнке, которые вы желаете хранить в цифровом формате, воспользуйтесь услугами профессионалов телеканала «Север». Ваши видеозаписи будут переписаны на современном оборудовании, на DVD и другие носители. Также возможна запись видеоматериалов с карт памяти, фотоаппаратов и видеокамер. Телеканал «Север» сохранит ваши воспоминания в качественном формате. Обращайтесь по адресу Оленная, 10, телефон 2, 17, 17. Это актуальное интервью, и я напоминаю, у нас в гостях детский писатель Юрий Нечапаренко. Юрий Дмитриевич, вот как вы думаете, читая ваши книги, школьники могут для себя Ломоносова сделать своим героем? Ну, для себя Ломоносова сделали своим героем очень многие мальчишки и даже девчонки уже давно, потому что он показал своим примером, что можно заниматься любимым делом, хорошо зарабатывать, и он даже такую пословицу, знаете, от трудов праведных не нажить палат каменных. Он её нарушил, он нарушал очень многие законы, и он показал всем, что можно праведными трудами, любимым делом, то есть вот он делал, и фейверки. Это каждому мальчишке интересно. Мы в детстве делали взрыв-пакеты, всякие гремучие смеси, ракеты. А этим он зарабатывал, он по заказу артиллерийского ведомства, он устраивал вот эти иллюминации. Потом стихи писал, опыты делал, цветное стекло. А в результате что получилось? Стоял в Петербурге огромный домино, и все говорили, о, это академик Ломоносов там живёт, потому что они понимали, что что такое академик? Это тот, кто знает какие-то вещи лучше всех, кто зарабатывает больше других, кто достоин внимания. До этого вообще не было статуса учёного. Кто такие учёные? Это какие-то колдуны, чернокнижники. Русский человек создан для того, чтобы землю пахать, Богу молиться. Это была такая... До 18-19 века такая была позиция не только у народа простого, но и у властей. Понимаете? И начал это менять потихоньку. Пётр Первый, который сказал, нам нужны учёные. Вот он завёз учёных иностранных, но они никак не смогли обучить русских толком. Тогда, значит, следующий этап. Это вот послали наших за границу, мы знаем, да. Они там обучились, кто-то вернулся, кто-то не вернулся. Но остался в истории, по большому счёту, один Ломоносов. Потому что он основал Московский университет, да. Он дал язык русской науке. Ведь все науки тогда не было, нужны были слова. Вот опыт, термометр, частица. Это он, все слова на русском языке. Он их с латыни так переначал, нашёл однокоренные слова на русском языке. Он создал язык науки. И он показал, что наука – это статусное. Это достойное занятие. Это не просто какой-то там маргинал, чернокнижник, какой-то колдун. А это вот уважаемый в обществе значительный человек Михаил Васильевич Ломоносов. Все ему кланились, когда он шёл, потому что они понимали, что своим трудом, своим трудом, без помощи. Отец ему, мы знаем, не помогал, он ушёл от него. Никаких вельмож, никаких покровителей, ну, кроме друзей, с которыми он подружился, уже за свои достижения. Конечно же. Вот это очень важно, понимаете, чтобы ребята понимали, что есть такой честный, открытый, прямой путь через науку к благосостоянию, процветанию, потому что человек занимается любимым делом и получает достойное вознаграждение. Вот это, мне кажется, главный пример, который нам всем подал Ломоносов. Вот вы вчера проводили урок краеведения в школе. Как вообще реагируют ребята? Они не отстраняются? Для них это не как урок истории, это для них, наверное, уже как хобби будут вот эти вот книги. Ну, вы знаете, реакция была разная, потому что, с одной стороны, первый, я провёл два урока. То есть, значит, первый урок был для учеников школы номер 4, и, значит, я прочитал лекцию Ломоносовой, и дальше, как-то, когда я стал спрашивать какие-то, какие вопросы, они были, ну, мне кажется, настолько ошеломлены, что никаких вопросов не задавали, понимаете? Потому что как-то слишком вот разрыв большой, дистанция лекция и школьники, да? Вот. А вот потом, когда я стал рассказывать о детской литературе, о науке, своими простыми словами о своей жизни, так сказать, то тогда на втором уроке, где было уже краеведение, в частности, как вот можно, значит, найти ключ к сердцу человека, рассказать о своём детстве, он вспомнит своё, да? И вот этот путь такой, так сказать, детство соединяет людей. И вот уже второй урок прошёл совершенно иначе, потому что дети мне задавали кучу вопросов, очень интересных, и было приятно с ними общаться. Вот. То есть вот нужен сейчас, мне кажется, диалог. Вот. Интерактивное, как называется, обучение. Потому что просто вещать, как с кафедры, там, проповедник, уже прошло-то время, понимаете, когда человек получает именно то, что ему интересно. Вот. Именно какие-то вопросы, которые его самого волнуют, он задаёт, понимаете, и получает на них ответ. Вот. Мне кажется, образование и краеведческое, и историческое, мне кажется, вот надо как-то в эту сторону. И как раз Ольга Сергеевна Пахомова, которая меня пригласила, она очень чутко это отслеживает, понимаете, потому что она же увидела мою лекцию в Московском университете и с девчонками, она тогда сразу сказала, я вас приглашу. Но я даже не поверил, как это так на Ренмар далеко. Почему? Школа. Обычно я езжу по библиотекам, есть такая программа, писатели приглашают в библиотеки, я объехал уже половину России, можно сказать. И в этом отношении, мне кажется, вот какое взаимодействие мы нашли с ребятами. Они заинтересовались, я им рассказал, я на нашем журнале, который я в интернете издаю, пампасы, они, значит, начали там. И я там и в Фейсбуке, и ВКонтакте, в разных социальных сетях тоже присутствует, что-то рассказывает о своих мероприятиях, они как-то откликаются. И мне кажется, вот этот такой путь, у нас ведь не было уроков краеведения, когда мы учились, я вот родился на Украине, в Луганской области, тоже в небольшом городе, ну, так сказать, не столица, ну, немножко побольше на Ренбар, но у нас та же самая ситуация, можно было о своё признание найти и понять только через школьные олимпиады, через участие в каких-то соревнованиях. И вот я так и дошёл до Московского университета через олимпиады по математике и по физике. Я вот когда готовилась к программе, узнала, что детская литература это ваше хобби, основная ваша деятельность связана с геофизикой. Как так получилось, что вы ушли в эту вопрос? Нет, здесь хобби никакого нет. Вот, а задайте этот вопрос Ломоносову, что для него хобби? Если он одновременно и первый поэт России, основание нашей поэзии, ямп, это ломоносовский ямп, понимаете? И одновременно первый учёный, который целый язык науки изобрёл, учебников написал много. Поэтому, мне кажется, вот такое понятие, что у Сёка есть какое-то хобби, это связано больше с такой американской западной моделью, что вот ты чем-то деньги зарабатываешь, чем-то, что тебе не нравится, ходишь там в офис, там мучаешься, страдаешь, сидишь, а вот у тебя есть там гладишь кошечек или там ещё причёшиваешь собачек, это твоё хобби. Это в корне неправильно, потому что вот русский крестьянин, у него хозяйство было универсальное, вот у Ломоносова, понимаете? То есть он может и лошадь подковать, и рыбку поймать, он может и посеять, и сжать, то есть он на все руки мастер. И вот мне кажется, вот именно это не надо нам терять, потому что мы тогда, вот не даром у нас существуют именно университеты, когда энциклопедическое образование получает человек, и я очень рад. Они узконаправленные. Да-да-да, я очень рад, что я окончил Московский университет, кафедру биофизики, физического факультета, и мы все находимся выпускники в каком-то таком корпоративном состоянии дружеского взаимодействия, даже рассеянное по миру, мы друг с другом там созваниваемся, пишем, узнаем новости. То есть это очень важно, понимаете, чтобы человек мог заниматься разными вещами, и тогда у него мозги как бы не засыхают, потому что односторонний специалист, как говорил Козьма Прютков, флюсу подобен, понимаете? То есть человек превращается, даже лучше ученый, у него мозги очень острые с одной стороны и очень тупые с другой, он такой гвоздь, чтобы там долбить стенку, уже как будто не он сам субъект, а он просто объект, им кто-то там пробивает дырки в стене, в стене незнаемого, понимаете? Вот я против этого, я считаю, что человек должен сохранять в себе возможности и литературного творчества. Вот даже когда мы читаем сказки своим детям на ночь, скажем, это уже артистическое, уже талант нужен, чтобы хорошо прочитать сказку. Вот я люблю читать сказку о царе Салтане, это моя любимая сказка. Вот, и мне кажется, что каждый родитель, он уже обязательно и воспитатель, да, и учитель, и сам воспринимает детство через ребенка. Мы в каком-то смысле детские писатели, мы все соавторы своих детей, и они наши соавторы, потому что мы пишем для них. Вот родился у меня сын, я написал первую свою повесть. Сейчас вот у меня дочка, я написал еще серию рассказов, вот в журнале «Октябрь», она только что вышла в десятом номере. Так что, мне кажется, это очень важно, потому что детство – это канал к сердцу человека. Ну и давайте немножко о детской литературе поговорим. Что сейчас читают дети, что им интересно? Ну, вы знаете, у нас вот 25 лет существует общество «Черная курица», и там около, ну, 20-30 авторов очень хороших, но они, к сожалению, малоизвестны. Вот так получается, что когда я стал издавать свои книги, я нашел, нахожу небольшое издательство, и даже небольшими тиражами мы их издаем, вот, и я вижу, когда мы ездим дальше с друзьями, рассказываем об этих книгах, я вижу очень большой интерес к этим книгам, и благодарность детей. Ну, они об этом почти не знают, если говорить в масштабе всей страны, потому что, ну, на слуху 2-3 имени только, да, все помнят, там, в лучшем случае, Чебурашку, там, да, или, там, Андрей Усачёв, вот, хороший, очень интересный автор существует, но ему приходится писать до десятка книг в год, чтобы как-то сохранить вот это вот «Быть нам плаву», а существует, ну, несколько десятков интереснейших писателей. Вот недавно мы специально вот этот вот фестиваль детской книги, чтобы собрать писателей из Ярославля Настя Орлова, вот, советую вам почитать, прекрасный автор, из Арсамаса приехала Галина Дядина. Это просто чудо, я влюбился в неё, когда начитала свои строчки у нас в концертном зале. Прекрасный человек, вы можете посмотреть в интернете, вот, журнал «Пампасы», электронные «Пампасы», я туда собрал всех вот авторов, которых я смог, которых я знаю из России, из зарубежья, которые пишут на русском языке. То есть, авторов много, но, внимание, у родителей не хватает сил и энергии найти хороших авторов. Они идут в магазин, а на прилавке такая массовая литература, не всегда лучшая. Все знают классиков, все знают Корнея Чуковского, конечно, это великий писатель, его очень люблю. Агния Барто. Конечно, они знают всех этих. Виктор Драгунский. Ну, хорошо, если кто-то знает Юрия Коваля, Юрий Коваль, прекрасный писатель. А дальше как будто уже пустыня. Понимаете? Вот последние 30-40 лет – это пустыня. А в этой пустыне на самом деле есть прекрасные, как бы невидимые массовому зрителю, читателю люди. Они строят свои невидимые башни. Вот сказочник Сергей Седов. Чудесные сказки вам рекомендую. Мы его тоже издали в серии для тех, кому за 10. Вот писатель Александр Дорофеев. Он, кстати, писал и о вечной мерзлоте, у него есть рассказы. Вот я этих, значит, издал. Вот Ольга Колпакова. Я пошел в ваш книжный магазин. Посмотрел. Есть книжечка Ольги Колпаковой. Я обрадовался. Пошел в библиотеку в средней школе. Тоже есть книжечки из нашей серии. Понимаете? То есть, если библиотекарь и товаровед, и тот, кто следит за литературой, то он находит хорошие книжки. Вот прекрасный писатель Сергей Георгиев. Все почти знают Яролаш. Он в Набережных Челнах родился. Он сейчас живет в Москве. И вот эти Михаил Ясиновский. Он написал стихи об астрономии. И сейчас эта книжка признана экспертами вообще лучшей книжкой за последние два года. Семь экспертов за нее отдали голоса. И вот всех этих авторов я стараюсь издавать в серии для тех, кому за 10, чтобы, по крайней мере, знаете, серия позволяла путь. Одну книжечку прочитал и сказал, вот это мне нравится. Тогда и другую человек найти. Сейчас через интернет легко найти все книжки. И это не проблема. Насколько я понимаю, многие жители Заполярной столицы летают в Москву. У вас такой большой обмен идет. И книжки найти можно. Но как устроить так, чтобы школьники читали книжки, и по ним, так сказать, как-то что-то думали, к чему-то приводила их современная литература, мне кажется, очень важно. Вот у нас есть с издательством «Самокат», есть даже такой проект. Вот мы сейчас издали книжечку «Большая меховая папа», и у нас есть такой проект, ну, как бы, чтобы дети сначала прочитали книжки, а потом ответили на вопросы писателей и критиков, что же они там смогли понять. И такую олимпиаду устроить, понимаете? Обратная связь от читателей. Да-да-да, совершенно верно. Очень важна обратная связь. Иначе получается, ну, там, даже у, может быть, помните, у Гоголя там был такой, значит, персонаж, кучер, который читал книжки. Ну, он это совершенно куча с телефоном. Он читал книжку и сразу забывал. Это как жвачка такая, понимаете? Вот. И сейчас важно не только прочитать книжку, но еще что-то понять, что-то задумать. Потому что книжка, какие-то зерна истины, рождает, зерна личности рождает в человеке. И вот книги меняют судьбу. В зависимости от того, какую ты книгу прочитал в детстве, ты можешь выбрать ту именно себе профессию. Поэтому очень важно привлечь внимание к детской книжке. И даже вот с самых малых лет, я считаю, что даже те несчастные, бедные, обездоленные дети, которые оказались там, ну, временно где-то в приютах каких-то, им надо вместе с игрушками давать маленькие книжечки-раскладушки, чтобы они привыкли к ним, понимаете? Потому что книжка – это не просто сборище текста, это игрушка, это картинка, это вот сейчас они и пищат, и играют. То есть книжка, она такая мультимедийная на самом деле. Это такая птичка, живая, с крылышками, которая машет ими, понимаете, листиками. Вот к этому, мне кажется, важно приучать детей с самого детства. Спасибо, Юрий Дмитриевич, за очень интересную беседу. Я напомню, у нас в гостях был детский писатель Юрий Нечипаренко, и говорили мы о Михаиле Ломоносове и детской литературе. Это актуальное интервью. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова